Здравствуйте, уважаемые коллеги! В исследовании были проанализированы сведения о пациентах, которые получали лечение уже в первой линии терапии тростозумабом, токсанами и, возможно, пертузумабом. Допускалось исключение больных с клинически стабильными метастазами в головном мозге, с позитивными гормональными рецепторами и наличием висцеральных метастазов. Больные были рандомизированы в соотношении 1 к 1 и получали лечение до прогрессирования или непереносимой токсичности. И согласно предварительным первым данным, первым результатам исследования удалось выявить следующее. При медиане наблюдения в течение 15 месяцев медиана выживаемости без прогрессирования в группе пациентов, которые получали тростозумаб-друксаткан, не была достигнута. В группе пациентов, которые получали ТДМ, достигало 6,8 месяцев. Одногодичная выживаемость без прогрессирования была достигнута у почти 76% пациентов в группе ТДХ, в группе ТДМ чуть больше, чем 34%. Отношение рисков 0,28, относительный риск прогрессирования был снижен. Прошу прощения, говорят, презентации не видят коллеги. Сейчас, секундочку. Да, продолжайте. И, соответственно, относительный риск прогрессирования в группе ТДХ был снижен на 72%. Результат также обладает крайне высокой статистической значимостью, что, конечно, не может не впечатлять. Что касается подгруппового анализа, то также удалось выявить, что все подгруппы пациентов выигрывали от назначения тростозумаба-друксаткана. В том числе, конечно же, интересует подгруппа пациентов с метастазами в головном мозге. Мы видим, что медиана выживаемости без прогрессирования достигала 15 месяцев против 5,7 группе ТДМ. Также были сообщены сведения о общей выживаемости. В течение, соответственно, одногодичной общей выживаемости была достигнута у чуть более чем 94% пациентов в группе ТДХ, в группе ТДМ почти что 86% пациентов. Но результат пока что не обладает статистической значимостью, поэтому необходимо дождаться уже более длительного наблюдения и обновленных результатов. Что касается частоты объективных ответов, то мы можем увидеть, что в группе ТДХ она была достигнута у почти что 80% пациентов, в группе ТДМ – 34,2%. Полные ответы наблюдались у 16% пациентов в группе ТДХ, в группе ТДМ – 8,7%. То есть практически в два раза выше. У многих, конечно, возникает вопрос, почему так сильно отличается эффективность двух препаратов, несмотря на то, что они относятся к одной фармакологической подгруппе, обладая довольно схожим механизмом действия. Однако самая очевидная причина заключается в том, что различаются цитостатики, которые конъюнгированы с моноклональным антителом. В ТДХ ингибитор топоизомиразы, в ТДМ, как мы все помним, М-танзин является ингибитором микротрубочек. Потенциальный друкстакан является более мощным цитостатиком, чем М-танзин. Следующее различие – соотношение цитостатика к моноклональному антителу. Приблизительно 8 к 1 у тростузмаба друкстакана и 3,5 к 1 у ТДМ. Наличие опухоль селективного линкера, которым обладает ТДХ. Что это означает? При попадании в опухолевую клетку линкер лизируется, разрушается ферментами и, соответственно, высвобождается цитостатик. Из этого следует еще, наверное, самое главное различие между этими препаратами. О том, что, соответственно, явление, которое получило название «эффект свидетеля», данное, если переводить дословно, данное явление было изучено и уже доказано еще в 2016 году. Препарат тростузмаб друкстакан при попадании в опухолевую клетку, соответственно, расщепляется на цитостатик и моноклональное антик тело, друкстакан обладает более высокой проникающей способностью, чем тростузмаб м-танзин, и, соответственно, может высвобождаться сквозь клеточную мембрану и поражать соседствующие гетерогенные группы клеток, которые могут не экспрессировать HER2-рецепторы. То есть потенциально это именно те клетки, которые могли быть резидентными к действию ТДМ. Что касается профиля токсичности, то здесь удалось выявить гематологическую токсичность, желудочно-кишечную токсичность. Главными причинами для отмены лечения являлась тромбоцитопения и развитие такого осложнения, как интерсоциальное поражение легких или пневмонит. Как мы можем увидеть на данном слайде, данное осложнение возникало в группе ТДХ в 10,5% пациентов, в группе ТДМ – у почти что 2% пациентов. Данное осложнение является довольно серьезным, тяжелым. К счастью, не удалось выявить осложнений 4-й или 5-й степени тяжести, то есть не было зафиксировано случаев летальных исходов. Однако, например, в исследовании Destiny Breast 01, когда тростомаб друг стыкан изучался в третьей линии терапии, как раз-таки несколько случаев летальных исходов были зафиксированы именно по причине развития пневмонита. В связи с возрастающим интересом к антихер-2 иммуноконюгатам недавно была опубликована обзорная статья по теме интерсоциального заболевания легких, вызванного именно индуцированного назначением антихер-2 иммуноконюгатов. Удалось выявить, что новые антихер-2 иммуноконюгаты чаще вызывают развитие пневмонита. И патогенез, к сожалению, изучен до конца еще не ясен. Предполагается, что всему виной как раз-таки ацетостатик, который высвобождает, попадает в системный кровоток и достигает органов мишеней, в том числе легких. Важно помнить о том, что это довольно серьезное осложнение, которое требует раннего выявления, своевременного назначения глюкокортикостероидов в различных дозировках. И при бессимптомном течении заболевания возможно возобновление после полного разрешения пневмонита. Позвольте перейти к следующему исследованию. Еще один иммуноконюгат антихер-2 иммуноконюгат ростезумаб-докормозин. Изучался в исследовании ТЮЛИП против терапии по выбору врача в третьей и более линиях лечения хер-2 позитивного распространенного рака молочной железы. Соответственно, в исследовании включались пациенты, которые уже получили как минимум две линии терапии по поводу распространенного рака молочной железы. И пациенты были рандомизированы в соотношении 2 к 1, получали, соответственно, лечение тростезумабом-докормозином. Докормозин является алкилирующим агентом. Также сейчас есть сведения о том, что данный препарат обладает тем самым эффектом свидетеля, то есть может воздействовать на хер-2 отрицательные клетки. Терапия по выбору врача, как правило, включала, соответственно, антихер-2 препарат в комбинации с химиотерапией. Согласно предварительным, опять же, самым первым данным удалось выявить увеличение выживаемости без прогрессирования, которое достигало в группе тростезумаба-докормозина 7 месяцев, в группе терапии по выбору врача 4,9, отношение рисков 0,64, и, соответственно, преимущество обладает также статистической значимостью. Что касается общей выживаемости, данные являются пока что ранними, и, соответственно, преимущество пока что не показало статистической значимости. Опять же, необходимо дождаться более длительного наблюдения. Также удалось выявить, что препарат обладает некоторой токсичностью, которой не обладают другие антихер-2 иммуноконюгаты. Это офтальмотоксичность. Почти что у 70% пациентов наблюдалось развитие конъюнктивита или кератита. Довольно часто это становилось причиной для отмены лечения или редукции доз препарата. В 7% случаев также возникал пневмонит или интерституальное заболевание легких. Вашему вниманию представляется первый вопрос. Как вы считаете, стандартом второй линии терапии хер-2-позитивного распространенного рака молочной железы по результатам обсужденных исследований может стать или может остаться первое тростозумаб-докормозин или тростозумаб-эмтанзин, или же вы считаете, что тростозумаб-друкстыкан или комбинация тростозумаба с химиотерапией? Напоминаю, что окно для голосования появится у вас автоматически, точнее оно уже появилось справа от окна плеера на странице эфира. Чтобы его увидеть, просто необходимо выйти из полноэкранного режима просмотра, если таковой у вас открыт, и выбрать наиболее подходящий, на ваш взгляд, вариант и проголосовать. Давайте подумаем, какие у нас перспективы. Ну вот, голосование идёт или уже завершилось? Голосование ещё идёт, но мы уже частично видим результаты лечения, голосование. Сейчас их прокомментирует Софика Мамуковна. Спасибо за участие в голосовании. Итак, мнения разделились. Половина проголосовавших выбрали стандартом тростозумаб-эмтанзин второй линии лечения, и другая половина – тростозумаб-друкстыкан. Соответственно, действительно, довольно сложный вопрос, потому что тростозумаб-друкстыкан сегодня зарегистрирован в третьей линии терапии, и, соответственно, возникает справедливо логичный вопрос, а будет ли препарат при возникновении уже прогрессирования заболевания, которое, к сожалению, возникает у большинства пациентов, будет ли тростозумаб-эмтанзин работать после тростозумаб-друкстыкана? Если логично подходить к ответу, конечно, это действительно не совсем понятно, и, скорее всего, не будет работать. Также не совсем определена роль тростозумаб-друкстыкана, особенно если учитывать те результаты, которые показал тростозумаб-друкстыкан. Позвольте перейти к новостям в области распространенного 3-женегативного рака молочной железы. Это исследование Киноу-355. В этом году в ходе Конгресса Эсмо были доложены уже финальные результаты, и напомню, что в исследовании, соответственно, пациенты были рандомизированы в соотношении 2 к 1 и получали лечение пембролизумабом плюс химиотерапия. В качестве химиотерапевтического агента могли использоваться токсаны на паклитоксел или комбинация гемоцитабина с карбоплотином. И согласно уже финальным результатам удалось выявить увеличение общей выживаемости в группе пациентов с PDL-CPS 10 и выше. Медиан общей выживаемости у этих пациентов достигала 23 месяцев в группе только лишь химиотерапии 16,1. Отношение рисков 0,73, и различие было признано статистически значимым, то есть преимущество 6,9 в месяц. Однако, конечно же, мы можем вспомнить результаты исследования МП-630, которые были представлены в ходе Конгресса Эсмо в прошлом году, и мы можем увидеть, что на самом деле довольно схожи показатели медианы общей выживаемости 25,4 месяца при применении пембролизумаба с химиотерапией, и, напомню, 23 месяца. Так вот, к сожалению, различие не было признано статистически значимым, и, как мы многие уже успели заметить, комбинация тазолизумаба сна по клитокселам в августе этого года, то ускоренное одобрение, которое было присвоено в 2019 году, было отозвано по инициативе производителя после согласования с FDA. И таким образом, согласно клиническим рекомендациям NCCN, комбинация тазолизумаба сна по клитокселам уже не является опцией лечения этой группы пациентов, однако в странах Европы и в России в том числе пока что данная комбинация используется. Что касается подгруппы пациентов с PDL-CPS 1 и выше, то в этой подгруппе пациентов преимущество не было признано статистически значимым, соответственно, пембролизумаб в комбинации с химиотерапией может стать стандартом лечения у пациентов с PDL-CPS 10 и выше. При подгрупповом анализе удалось выявить, что преимущество от назначения наблюдалось практически во всех подгруппах, что очень также важно вне зависимости от химиотерапевтического режима. Пациенты, соответственно, выигрывали от назначения комбинации с химиотерапией и иммунотерапией. Но есть одна подгруппа пациентов, которые как раз-таки не выигрывают от назначения иммунотерапии. Это пациенты, у которых возникало прогрессирование заболевания или метастазирование заболевания менее чем через 12 месяцев после первичного лечения. Мы можем увидеть, что медиана общая выживаемость у этих пациентов достигала 17,1 при комбинации и 19,7 при только лишь назначении химиотерапии. То есть в отношении рисков 1,44 именно эта подгруппа как раз-таки не выигрывает назначение иммунотерапии и, соответственно, необходим поиск новых препаратов для этой подгруппы пациентов. Позвольте приступить к следующему вопросу. По вашему мнению, оптимальным при ПДЛ-позитивном распространенном триждонегативном раке молочной железы может стать назначение в первой линии лечения на основании представленных исследований комбинации пембролизумабосхимиотерапии или вы считаете, что возможно назначение только химиотерапии или комбинация отеза лизумаба с химиотерапией? Коллеги, голосуем. Ваше мнение крайне важно для нас. И напоминаю, что чтобы увидеть голосование, нужно выйти из полноэкранного режима. И у нас всего лишь три опции, за которые мы могли бы проголосовать. Поэтому сейчас мы посмотрим, как все-таки на основании той информации, которую Софика Мамукова нам сегодня представила по результатам Конгресса ФСМО, с учетом той доказательной базы, как, на ваш взгляд, повлияет это на результаты лечения. Голосование идет, буквально через несколько секунд мы увидим результаты. И в таких ситуациях всегда задумываешься, сколько мы участвуем в голосовании, что каждая секунда длится как вечность. Хотя в других каких-то ситуациях время пролетает очень быстро. Ну вот, голосование так как-то у нас сейчас вот идет. Так, все, закончилось? Итак, по результатам голосования 67% проголосовали за комбинацию пембролизума-басхимиотерапии и 33% за назначение только лишь химиотерапии. Пока что комбинация пембролизума-басхимиотерапии не зарегистрирована в России и не входит в клинические рекомендации. Но, учитывая довольно, в общем-то, успешные результаты, будем надеяться, что данная комбинация также будет доступна и в России. И позвольте перейти уже к исследованию, которое изучало лечение при гормонопозитивном HER2-отрицательном распространенном раке молочной железы, исследованию МОНАЛИЗА-2. Напомню, что в данном исследовании, соответственно, сравнивалась эффективность, безопасность рибоциклиба в комбинации с литрозолом против литрозола в первой линии лечения гормонопозитивного распространенного рака молочной железы. Соответственно, уже согласно финальным результатам, удалось выявить увеличение общей выживаемости при комбинации СДК-4,6 ингибитора с литрозолом. Соответственно, медиана общей выживаемости достигала 63,9 месяцев. В группе пациентов, которые получали только литрозол, 51,4 месяца. Соответственно, выигрыш более чем 12 месяцев. Отношение рисков 0,76. И различие также является статистически значимым. Напомню, что это первое исследование по изучению СДК-4,6 ингибиторов в комбинации с ингибитором ароматазы, которое перешагнуло 5-летний рубеж и уже доказало преимущество в общей выживаемости в течение 6,5 лет. Также мы можем увидеть при подгрупповом анализе, что все группы пациентов выигрывали от назначения добавления рибоциклиба к гормонотерапии. Важно отметить, что преимущество в общей выживаемости увеличилось с течением времени. То есть, если пациент получал терапию уже в течение 6 лет, то мы видим, что преимущество от назначения было несколько больше, чем при проведении данной комбинации, например, чем в течение 4 лет или 5 лет. Возникает вопрос, будет ли нарастать это преимущество с продолжением лечения, с продолжением наблюдения за этими пациентами. Ну и позвольте в заключение добавить, что новое поколение антихер-2 препаратов продемонстрировало значимую активность у предлеченных больных хер-2-позитивным распространенным раком молочной железы. Троссозумабдерукстикан уже одобрен в 3-й линии терапии и потенциально может продвинуться вверх парадигме лечения данной группы больных. Пембролизумаб плюс химиотерапия может стать новым стандартом первой линии лечения при ПТЛ-позитивном распространенном трижнегативном раке молочной железы, но важно помнить при СПС-10 и выше. И комбинация рибоциклиба с литрозолом – это первая комбинация CDK-4,6 ингибитора, ингибитора ароматаза, которая увеличивает 6,5-летнюю общую выживаемость у больных гормонопозитивным, хердовоотрициальным, распространенным раком молочной железы в постменопаузе. Спасибо за внимание. Продолжение следует...